Лаборатория Вега в 23 часа 15 минут 30 июня засекла над Москвой на высоте 70 километров, где воздушные шары летать просто не могут по физическим законам, светящееся тело, угловые размеры, пересчитанные в линейные, показали, что диаметр этого тела от 100 до 120 метров. Через 40 минут практически это тело висело неподвижно и выпустило более яркое тело, которое имело яркость на два порядка выше, это астрономические понятия. Затем это тело полетало, вернулось обратно, а это тело спокойно продолжило свое пребывание над Москвой, и медленно за двое суток спускаясь, смещаясь в сторону. Типичный, неопознанный летающий объект, каких много. Мы живем в этом мире. Надо не верить, надо знать. То, что рассказал нам Михаил, и то, что вынуждена переживать его мама Татьяна, это реальность. Скажите, а вот вашу встречу, вы встречались с инопланетянами? Да. Два раза я видел НЛО в воздухе, и один раз у меня в 1978 году был близкий контакт, который меня уже уфолога укрепил еще больше в этой проблеме. Владимир Георгиевич, в нашей секретной комнате находится ваш оппонент, который во всех своих интервью говорит, что он не верит во все эти выдумки про пришельцев. На сцену я приглашаю летчика-космонавта России, дважды Героя Советского Союза, Георгия Гречко. Я хочу сказать, что Георгий Михайлович вовсе не оппонент. И мне очень нравится, как он выступает в последнее время на эту тему. То есть, Георгий Михайлович, вы считаете, что Миша встречался с пришельцами, или вы все-таки думаете, как многие сидящие в этом зале, как и мама, что он уходил к соседке? Нет, я склоняюсь больше ко второму варианту. Понятно. Итак, скажите, что же для вас служит неопровержимым доказательством того, что неопознанных летающих объектов не существует? Я такого никогда не говорил. Неопознанных летающих объектов сколько угодно. Когда я был в космосе, я разыгрывал своих друзей, я тоже запускал, значит, объекты очень простые, которые, конечно, они не опознали, а я им внушал, что это летающие тарелки из других миров. Хороший был розыгрыш. Как вы это делали? Ну, хорошо. Дело в том, что я просто стучал по обшивке станции, а она закрыта очень тонким таким одеялом, чтобы не было охлаждения. Микрометеориты сегут это одеяло, и если стучать, то маленькие-маленькие частички отделяются от станции и улетают. Вот я почему доказывал, что у меня эти вот частички — это громадные космические корабли, которые нас преследуют? Потому что все же зависит от расстояния. Мы же не знаем расстояния. И вот частичка летела на расстоянии 20 метров, а я говорю, смотрите, какой громадный корабль преследует нас на расстоянии километра. Проектируя частичку маленькую на километр, она уже приличным НЛО становится. Перед этим надо нагнетать, что вот тут НЛО летают. Потом это надо сделать тогда, когда Солнце над горизонтом красное. А эти частички, естественно, когда летят, прощаются. Идут у тебя и красные проблески, и изменение формы скруглой на длинную, потому что как частичка повернется, такая форма будет. Вот, и очень хорошая разница. Во всяком случае, сначала смеялись, потом побледнели. Меня интересует другой, меня интересуют другие цивилизации. Мне нужен из миллиона неопознанных один опознанный, как прилетевший. Вот когда в 1908 году пролетел некое тело и взорвалось, да так взорвалось, что миллионы деревьев, значит, положил, и я немедленно туда, как только смог, приехал с другими энтузиастами, и мы искали, мы хотели опознать, что это было. И, конечно, мечталось, чтобы это был космический корабль, хотя жалко было инопланетян. Не получилось. То есть вы верите в другие цивилизации? Конечно. Причем вы правильное слово сказали, верите, потому что наука не может доказать ни существование иноземных цивилизаций, ни их отсутствие. Поэтому верить или не верить, конечно, надо верить, это же намного интереснее жить, если ты в это веришь. Итак, МРО, правда это или вымысел? Далее в нашей программе вы увидите кусок неопознанного летающего объекта, а также сенсационное заявление нашей следующей героини. Не переключайте канал. Вы сказали нашим редакторам, что мой муж... Инопланетянин. Разделус легла спать, и вдруг он опять появляется. Я настолько счастлива, что... Говорят, все равно. Он уходит утром на работу. Иногда он уходит в ночную смену. Итак, в эфире «Большая стирка». Тема сегодня НЛО. Правда это или вымысел? Наша следующая героиня готова сделать сенсационное заявление. Во всяком случае, когда она позвонила к нам в редакцию, наши редакторы услышали это заявление, они потеряли дар речи. Итак, встречайте, Вероника! Добрый день, Вероника! Давайте перейдем к той части телефонного разговора, когда вы сказали нашим редакторам, что мой муж... Инопланетянин. Познакомилась я с ним так. Вернее, это он меня нашел. Я шла вечером домой с работы, и вдруг услышала голос. Наконец-то ты будешь моей. Тут мне стало немножко жутко, и я уже побежала наверх домой быстрее, там заперлась на все ключи. Вот, потом уже успокоилась, посмотрела телевизор, разделась, легла спать. И вдруг он опять появляется. Вот как будто комната заполнилась каким-то туманом или мраком, что ли. Какое-то гнетущее такое состояние. И он стал говорить, не бойся меня. Я приехал... прилетел, то есть... с маленькой очень планеты, с Арзенгар. Вот, зовут меня Кьюин. И я пришел для того, чтобы заменить тебе твоего мужа, который тебя бросил. Мне действительно бросил муж. У меня от него маленькая дочь, пятилетняя. Она была дома? Да. Ну, она в соседней комнате. Вот. Но я молчу, лежу, слушаю. Потом он говорит... Страшно было? Немножко жутковато. Вначале более жутко было это на улице. Потом вот по мере того, как он говорил, я немножко как-то успокаивала. А это вы слышали или как? Или это... Как происходит вообще вот общение? Слышала. Голос вроде бы... Ну, нормальный человеческий голос. Он ученый. Исследует нашу землю. И ему посоветовали там у себя, чтобы он женился на землянке. Вот. И причем на россиянке. Он сказал, что именно Россия, она больше всего интересна вот для научных исследований. А что говорят ваши подружки, когда вы им рассказываете вот... Ну, двоим я рассказала. Они мне так странно так на меня посмотрели. Потом еще два раза так позвонили мне, посмеялись надо мной, пошутили. И с тех пор я больше с ними не общаюсь. Ну, мне... Ну, а сейчас не боитесь, что вот после таких заявлений что скажут вам ваши знакомые? Нет, не боюсь. А потом я настолько счастлива, что... Говорят, все равно. Как бы хочу поделиться своим счастьем вот то, что можно и с инопланетянами быть счастливыми. А чем он вообще занимается? У него такой же рабочий день, как у нас, или как? Да. Он уходит утром на работу. Иногда он уходит в ночную смену. Иногда она долго исчезает, месяц на два скучает. Я по нему скучаю. А сегодня он где? Здесь. Он всегда со мной практически, когда свободен. То есть, вы хотите сказать, что вы в секретной комнате были вместе с ним? Да. И сейчас он где? Ну, он там сидит. Что там сидит, в секретной комнате? Ну, конечно. Мы с ним даже поговорили о том, что вот если его попросят о чем-нибудь сказать или рассказать, он поучаствует. Что он готов выйти из секретной комнаты сюда к нам сейчас? Да. Что скажут космонавты? Очень интересно. Ну, приглашайте. Что же? Ммм. Ну что ж, я думаю, что... Встречайте. В программе «Большая стирка» супруг Вероники, ученый планеты Жорзенгар, Юин. Одна лампочка ярче зажглась, но... Мы никого не видим. Он здесь, сидит на этом стуле. Что, он, значит, прошел, и мы его не заметили? Конечно. А его никто не видит. А вы как его видите? Сначала я не видела, я только слышала. Но поскольку я с ним уже долго общаюсь, он мне сказал, что чем дальше, тем больше я буду его видеть. Так и получилось. Сначала это было какой-то туман, потом облако, иногда светящийся какой-то контур человек. Потом уже это приобрело более упругую форму. Потом я просто увидела, что он очень красивый. Человечески красивый. Но опять же, это не всегда бывает. А можно с ним сейчас поговорить с ним? Можно. Пообщайтесь, пожалуйста. Что мы... Мы общаемся целепатически. А почему он выбрал именно вас? Почему вы выбрали именно... Вероника? Ну, вообще-то он мне и раньше это говорил. Но он... Ну, во-первых, ему вообще нравятся земные женщины. Вот. Но он при этом сказал, что я красивая, и мы с ним похожи, и у нас сходная энергетика. Кьюин, по сравнению, например, по сравнению с жителями вашей планеты, вот, жители Земли, на какой стадии развития находятся? На низшей, но приближаются уже к среднему уровню. Зачем вы приехали нас изучать, например? Здесь, особенно в России, очень много такого, то, что нет, во-первых, на других планетах, и, тем более, на его планете. Есть. В основном, это микроорганизмы его интересуют. Это ваш пациент? Я считаю, что есть все основания действительно квалифицировать данную, вот, демонстрацию, как проявление синдрома патологических фантазий или вымыслов. Возможно, что у нашей героини было после просмотра экстра-НЛО, после чтения вот журнала, Фомерло, может быть, она этим давно интересуется, увлекается, возникло, с учетом семейной ситуации, она разошлась с мужем, страстное желание познакомиться с необычным человеком. И вот это пересечение, это сочетание разных особенностей ее личности, обстоятельств семейных, чтения соответствующей литературы, и привело к развитию синдрома патологических фантазий. Вы согласны, Верония? Мне бы хотелось поспорить с уважаемым коллегой. Мне кажется, Вероника пока еще не нуждается в лечении. Это скорее наш клиент, потому что в ее субъективной реальности ее супруг находится рядом с ней. Пускай с ней и находится, потому что скорее присутствие мужа-инопланетянина все же лучше, чем полное одиночество для этого человека. Своими впечатлениями от контакта с инопланетянином поделится еще одна гостья у нас в зале. Это Светлана Рябова, актриса, которая сыграла в фильме «Мой муж-инопланетянин». Вероника, я думаю, вам будет интересно. Вы понимаете нашу героиню? Я, лично я, наверное, ее понимаю, могу понять, как женщина. А что касается моей героини фильма, «Мой муж-инопланетянин», то в этой комедии немножко другая ситуация, потому что моя героиня предпочла мужу, инопланетянину, как он себя назвал, более реальную фигуру, более приземленного человека, с которой ей было, ну, скажем так, спокойнее, может быть. Приносит ли он в дом деньги? На что дама может так роскошно жить? Во-первых, он ничем не пользуется, ему это не надо, вот, и мне тоже не надо от него каких-то материальных там благ, выгод, там, от него ничего не надо, мне достаточно того, что он мне дает счастье, любовь, и все такого рода. Ну и здорово, стирать, не надо гладить, представляете, отличный вообще супруг, не храпит. Не храпит же? Я так тоже подумал. И во всем мне помогает, дает советы очень ценные. Вот, допустим, он ничего не ест, он всегда знает, что вкусно, что нет. Могут ли быть у них дети? Да, понятно. Могут ли быть у них дети или нет? И как это все дело происходит-то? Я бы, конечно, хотела, но чтобы они при этом были плотскими. Вот. Но он говорит, подожди, не надо сейчас об этом, поговорим позже. Может, действительно надо подождать? Что он думает по поводу НЛО, вообще летающих? Может быть, это его собратья тоже здесь летают, в России, у нас и вообще во всем мире. Просите его. Нет, вы должны говорить, обращаясь к нему. А как его зовут? Его зовут Кьюин, да? Кьюин, да? Кьюин, да? Да, Чак, Чак, Коулин. Кьюин, да Чаколин. Да. Ну, просто Кью. Кью. Хорошо, попробуем еще раз. Кью, что вы думаете о неопознанных летающих тарелках? Он уже слышал этот вопрос, уже ответил на него. Говорит, здесь очень много входит инопланетян с разных планет. одни ему, он это знает точно абсолютно. Одних он видит, других он не видит, но знает, что практически с каждой планеты, на которой есть жизнь, здесь вот они пребывают. Ну, каждый с разными целями. мне остается подготовить гостей нашей программы еще к одной сенсации. То, что мы увидим после рекламы, я думаю, шокирует многих. Не переключайте канал. Сегодня НЛО. Наш следующий гость, лауреат Ленинской и правительственной премии Российской Федерации, заслуженный создатель космической техники, действительный член Российской Академии космонавтики, доктор физико-математических наук, профессор Александр Иосифович Елькин. Вы не сели на свободный стул? Так приятно. Боитесь делать больно? Да. Александр Иосифович, мы в нетерпении, может быть, вы сразу расскажете о своем открытии. У меня здесь написано в карточке, что вы должны прийти в студию с зондом от космического инопланетного корабля. Да, это у меня есть. Вы хотите, чтобы я сразу к нему перешел? Я хочу, чтобы вы показали, потому что мне кажется, что это самое шокирующее, что могут увидеть наши телезрители. Нет, но ведь для того, чтобы к нему подойти, нужно сказать несколько слов вообще о поисках и об НЛО. Итак, вы считаете, что инопланетная связь существует конечно существует, но пока, к сожалению, мы до 10 световых лет не обнаружили. Цивилизации, видимо, не одновременно живут. Время жизни цивилизации это мгновение по сравнению со временем жизни Вселенной. Поэтому они могут возникать. Мы, например, отправили сейчас зонд 20 лет назад космический. Когда-то он упадет на какой-то планету, обитаемой цивилизацией, и будут рассуждать так же, как мы сейчас. Вот этот образец, он у меня в руках. Я хочу показать, во-первых, фотографии, что он из себя представляет. Это материал, который мы не можем, к сожалению, получить на Земле. Эта матрица состоит из аморфного железа с теоретической прочностью, армированной волокнами. Вот он, можно его, так сказать, подержать в руках. Он радиоактивен или что? Нет, абсолютно не радиоактивен. Он выпал из чистого железа, но твердость близка к самым твердым сталем, имеет теоретическую прочность, примерно в десятки раз больше прочность, тем обычный материал, который мы можем получить. Ничего не произойдет, если мы его потрогаем? Нет, пожалуйста. Причем, они разные формы, это в куске, некоторые формы, причем, они сделаны, вот как-то удивительно, по форме, как пальцами сжат. А молоко не киснет в нем, это правда? Да, действительно. А в какое время суда, как вы думаете, вот пришельцев видят в 4 часа утра? Никаких пришельцев, никаких не может быть, потому что, если бы они прилетели, то мы бы засекли бы движение этих объектов по энергии. То есть вы не верите? Да нет, я не верю, я просто, тут не вера или не вера, просто этого нет. Ну, а вот наш гость Ажажа говорит, что есть. Ну, это можно же говорить что угодно. Вы думаете, что что? Что Миша ходил в соседки? Ну, конечно. Кому же он ходил? Вы согласны с тем, что говорит Ель? Дословно, практически. Вы верите в существование неземной стивилизации? И я верю. Здесь я согласен с Ажажей, я не верю, я знаю. Ага. И у вас даже есть фотографии? Да, и в точном соответствии с ходом нашей передачи. То есть, я хотел сказать, что есть реальные фотографии, и есть фальшивки или выдумки. Вот реальный НЛО, который, который, так получилось, это не рояль в кустах. Эта фотография сделана на Дмитровском шоссе примерно в то время, когда очевидица сзади меня наблюдала, если мне не изменяет память, в марте 90-го года над Москвой. Его действительно видели очень многие и засняли на видеокамеры. Это действительно, вероятнее всего, техногенный объект и техногенный аппарат, который был виден многими, и удивительно, что он позволил себя сфотографировать. Но, тем не менее, есть действительно вещи, которые я бы не рекомендовал вот так вот в суе трогать пальцами, потому что мы действительно не знаем, что это такое. Мы лишь знаем, что наша цивилизация не могла такое сделать. В данном случае это некий искусственный образец, вероятнее всего, токопровод, который был поврежден в результате короткого замыкания и выброшен. Найден он на глубине 2,5 метра, ниже уровня скифских поселений, возраст его 2,5 тысячи лет. Похож на женское украшение? Он похож на токопровод, выполненный по методу порошковой металлургии. Собственно говоря, он таковым и является. Но только научились это делать буквально в конце 20 века. А это примерно на 2,5 тысячи лет старше. Вот из всего этого следует, что верим мы или не верим, это действительно наши проблемы. Скажите, а вы слышали, как разговаривают инопланетяне? Ну, если вы хотите, мы можете поговорить голосом инопланетяне. Желаете? Это возможно? Возможно. Давайте, с удовольствием. Мне нужно... Я принес некоторый состав. Да, заходите, заходите, не бойтесь. Анечка. Спасибо. Ну, вы не боитесь вдохнуть этот... Если хотите, я сначала вдохну, но... Хотите? А. Как вот вы считаете? Хотите я? Я смелый, я смелый. Так. Тогда, вот значит так. Сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. Ахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахах